Всем привет! Вы на канале Процветок. С вами я, Анна Пашкеч. И в этом видео мы обсуждаем такое грибное заболевание, которое, к сожалению, поражает наши томаты и называется кладоспориоз. В разных источниках можно найти также разные названия данного заболевания. Это может быть и бурая пятнистость, и листовая гниль. Но суть не меняется. Это заболевание поражает наши томаты. И, как правило, поражение начинается в конце июня месяца, в начале июля. О кладоспориозе уже вышло не одно видео в разные годы на канале Процветок. И в этом видео я скажу свою точку зрения на развитие этого патогена и на возможные методы лечения наших томатов. Кладоспориоз – это заболевание, которое вызывается грибом кладоспориум. И на сегодняшний день насчитывается большое количество различных патогенных рас, которые так или иначе поражают наши томаты. Что же способствует развитию кладоспориоза на томатах? В первую очередь, это повышенная влажность воздуха. Белорусскими учеными, которые собрали многочисленные исследования за 35-летний период, было установлено, что оптимальная влажность воздуха для развития кладоспориума на томатах – это 91%. Иными словами, достаточно высокая влажность для того, чтобы гриб внедрился в лист и активно в нем развивался. Температура также имеет большое значение в развитии кладоспориума. И оптимальные градусы – это порядка 20. Плохо будет развиваться кладоспориум при 30 градусах, когда у нас пыльца на томатах становится стерильной. И при 5 градусах, когда наши томаты уже не способны ни расти, ни развиваться. Поэтому в любом случае, интервал положительных температур, который характерен для роста и развития томатов, также будет способствовать росту и развитию кладоспориума на листьях. Также белорусскими учеными было установлено, что воздействие прямого солнечного света на гриб действует немного угнетающее и затормаживающее. А рассеянный свет, который у нас очень часто в теплице, ввиду достаточно густого стояния томатов, он наоборот стимулирует развитие гриба кладоспориума. Отсюда можно сделать выводы, что минимальными агротехническими приемами, которые будут сдерживать развитие кладоспориума на наших томатах, должны быть соблюдение соответствующей влажности, соблюдение соответствующего температурного режима и хорошее солнечное освещение. Поэтому обязательно предусмотрите вариант открытых дверей на протяжении интенсивного развития томатов. Например, я в своей теплице от момента начала цветения до фактически сентября месяца не закрываю теплицы, несмотря на погодные условия. Для того, чтобы растения хорошо проветривались и не конденсировалась влага на, например, стенках или на металлических поверхностях в самой теплице. Также хорошим агротехническим приемом, который будет сдерживать развитие кладоспориума, это будет мульчирование. Установлено, что грибы, которые находятся в почве, которые зимуют там на растительных остатках, которые затем растут и развиваются, постепенно с каплями влаги проникают на нижние листья и переходят на верхние. Соответственно, когда мы будем почву снабжать достаточным количеством мульчи, кладоспориуму будет где развиваться, на чем развиваться, и мы таким образом будем сдерживать его поднятие на наши томаты. Также было установлено, что не только в почве находится гриб, но он может зимовать и находиться на любых поверхностях в теплице, например, приноситься с одеждой. Поэтому обязательно перед тем, как засаживать нашу теплицу, важным профилактическим приемом развития кладоспориума будет являться ее полная дезинфекция перед началом вегетационного периода. Селекция также не стоит на месте. Постоянно вывозятся различные сорта и гибриды, которые обладают той или иной степенью устойчивости к кладоспориуму. Поэтому можно предусмотреть и на будущий вегетационный период подобрать для своей теплицы устойчивые сорта и гибриды, которых сейчас достаточное количество. Если мы будем обращаться к биологическим методам защиты наших растений от кладоспориоза, к подавлению развития данного грибного заболевания, то необходимо вспомнить о таких чудесных микробных препаратах, которые, например, на основе триходермы, например, использовать препарат энергия роста, который содержит триходерму от фирмы Profit, проливать препаратом мульчирующий материал и таким образом задерживать развитие кладоспориума в почве. Развести препарат достаточно просто. Необходимо 100 мл препарата разбавить 10 литрами воды. Также хорошими биологическими препаратами для работы по листу будут являться препараты на основе сенной палочки. В нашем случае мы будем использовать также препарат от фирмы Profit, который называется природная защита. Профилактику мы проводим не реже одного раза в две недели. Если на ваших томатах уже прогрессирующая или активная фаза развития кладоспориума, то тогда имеет смысл обратиться к химическим средствам защиты растений фунгицидного направления на основе меди. Например, препараты хлорокись меди, хом или абигопик. Они все содержат одно и то же вещество хлорокись меди. Также можно использовать бордовскую жидкость или бордовскую смесь, которая по-прежнему на основе меди. Но необходимо помнить, что любое внесение фунгицидов должно проводиться не в стадии плодоношения, а в стадии цветения наших растений и минимум за 20 дней до начала плодообразования, для того, чтобы фунгициды уже вывелись к тому моменту, когда мы придем за томатами в теплицу. В конце видео хотелось бы вас успокоить. Даже когда вы находите у себя в теплице кладоспориоз, то первое, что необходимо сделать, это успокоиться. Кладоспориоз это не фитофтора, который съедает томаты буквально за 1-2 недели. Кладоспориоз развивается постепенно, и если не предпринимать ничего, то он также будет постепенно снижать урожайность наших томатов. Но посмотрев это видео, наверняка у вас не возникнет никаких трудностей в профилактике или в борьбе с кладоспориозом. И обязательно начните в случае, если он уже проявился у вас на нижних листьях, с того, чтобы сначала убрать нижний ярус листьев. Я с вами прощаюсь, оставайтесь на канале про цветок и до новых встреч!